Приветствую вас, уважаемые зрители живого телевидения. Здравствуйте. Я, Эдуард Шульман, начинаю в мартовский свой хронотоп с приговора. Именем Союза Советских Социалистических Республик, коллегии Верховного Суда в составе председательствующего членов при секретаре, с участием государственного обвинителя, товарища Вышинского, в открытом заседании в городе Москве 2-го, 13-го марта 1938 года, рассмотрела дело по обвинению и приговорила 1-го Бухарина Николая Ивановича, 2-го Рыкова Алексея Ивановича, 3-го Ягоду Генриха Григорьевича, а также 4-го, 5-го, 6-го, 7-го до 18-го включительно к высшей мере уголовного наказания расстрелу с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества. Иго и бремя Андрей Юнарич Вышинский был одессит голубых шляхетских кровей, дальний, по слухам, родственник польского кардинала Стефана Вышинского. Напротив, Иосиф Иванович Сталин, православный, простолюдин, сын сапожника, получивший духовное образование, и посреди ночи, умаявшись, с расстрельными списками, спрашивает генерального своего прокурора, знаком ли ему Евангелие детства. «Так точно, товарищ Сталин, вторая половина 2-го века, сказание Фомы, израильского философа о детстве Иисуса, за что я ценю вас, товарищ Вышинский», – вздохнул Сталин за память и сдвинул докучную папку. А помните, как малолетка Иисус резвится на бережку, лепит из мокрой глины каких-то вроде бы птичек, а мимо идет правоверный иудей, и давай орать на ребенка, мол, непотребным делом занимаешься? Да еще в субботу Вышинский скинул очки, отрываясь от списков, и сугубо наморщился, как бы в растерянности. И что же Иисус, товарищ Сталин? А ничего. Вождь улыбнулся, хлопнул в ладоши, да возгласил – летите! И глиняные голубки, шелестя крылышками, упорхнули на небеса. Вышинский тихо засмеялся и, подобно пернатому, взмахнул обшлагами, отчего листочки на столе зашуршали и встрепенулись. А юридический казус, товарищ Сталин, прямо мечта следователя, и выдержал паузу под ожидающим взором вождя, а будто бы Иисус столкнул приятеля с крыши. Мальчонка расшибся до смерти. Как быть? Свидетелей нет, и добровольного признания из него не выбьешь. «Откуда ж, товарищ Сталин? Следователь в панике!» Тогда Иисус, по традиции, хлопнул в ладоши и в порядке следственного эксперимента воскресил приятеля, дабы показал на суде, как было дело. Крыша, блин, мокрая. Поскользнулся и шмякнулся. Да, много он претерпел. И лёгкой, сухой рукой вождь придавил страницы. Идёт себе скромно по улице, а какой-то радостный здоровяк бац в рожу и гогочит, приплясывает. «Ты не сдвинешься ни на шаг», – придрёк Иисус. И гигант-весельчак грохнулся замертво. «Дети», – развёл обшлага Вышинский, а один шалунишка обрызгал его, и тут же был осуждён высох на месте. «Ты усохнешь, как дерево», – раздумчиво повторил вождь. «Не принесёшь ни листьев, ни корня, ни плодов». И елозил слабыми непослушными пальцами. Приговор окончательный обжалованию не подлежит. «Так, что ли, товарищ Вышинский?» «Ну, почему же?» Родители обратились к Иосифу. Тот пожурил сына. После чего жалобщики ослепли. Без спешки, с привычной осторожностью, Сталин переместил сухую левую руку. Она повисла вдоль тела, Жалкая и беспомощная. «Иго моё, благо!» Медленно проговорил вождь. «И время моё легко!» Короткопалой здоровой ладошкой Погладил бумажки. «Кажется, от Матфея». Так точно, товарищ Сталин подтвердил прокурор. Евангелие от Матфея. Глава 11, стих 30. И, водрузивши очки, Выразил полную готовность К дальнейшим благим трудах. Продолжение Через 15 лет. 5 марта 1953-го. Сталин как умирал, По врачам кинулись. Ленину видишь, Немцев выписывали на золото. Так то, когда было? А тут, черти какой год, Советская власть Вполне взрослая тётенька, Сама уж детишек настрогала, Китайцев там всяких, Венгров, А врачей нет. Вот Сталин и за ним мог. Он лежит И еле дышит, Ручкой-ножкой Не колышит. А врачи По тюрьмам сидят. Ну и донёс кто-то, Что в медицинском деинституте Какую-то диковинную машину соорудили. То ли мёртвых она оживляет, То ли искусственное кровообращение стимулирует. А это студенты. У себя, в научном обществе, Что-то такое по трубочкам Собирали, паяли, соединяли. Какие-то там сообщающие сосуды. И мотор чего-то качает, И куда-то гонит. Чистый эксперимент, Который даёт толчок Противоположным идеям. Музейный экспонат. Вот, мол, как выглядела Первая машина Искусственной жизни, Построенная 200 лет назад На основе Турбулентно-сферической теории. Руками не трогать. Ну и поволокли наших студентов Иванова, Петрова, Сидорова И Рабиновича На ту дачу. На середине большой комнаты Машину поставили, Стоит, качается, Трубочки в разные стороны висят, Проводки разноцветные Позвякивают, А студенты кругом ползают, Шурупчики навёртывают И ключи, будто зубы, клацают. Контакты накидывают, Систему отлаживают. А тот на койке лежит, Бледный, небритый, Последний воздух губами хватает. И охрана стоит на вытяжку, Беспрекословно стоит, Согласно устава, Прав не имеет слёзы вытереть. Прочий народ толчётся, Молотов, Ворошилов, Ну как, спрашивают, Есть надежда? А студенты проводки тянут, Чтоб великого вождя Электричеством поднять. Всю комнату шнурами опутали, И Ворошилов с Молотовым Под ноги смотрят, Не наступить, Не нарушить, А в которые проводки Прямо по воздуху. И подпрыгивают старички. Ножки-то задирают Друг дружку. Поддерживают. Берия заходит. Вы, говорит, Каким электричеством пользуете? Заряд? Отрицательный Или положительный? Положительный, отвечает. Смотрите, Остерегает. У меня Крупные специалисты По зарядам Имеются. Трясется машина, Искры сыплются, Трещит, да гремит, Да по трубочкам Раствор гонит. Красный, будто огонь, И с пузырьками, Как кровь Газированная. А студенты На карачках Передвигаются, Гаечки подкручивают, И Рабинович На берию Кричит. Ключ на 12? Давай! Включаю! Иванов докладывает. Рубильник готов! Петров голос подал. Пуск! Сидоров Откликается, И все четверо От отирают. Ключили мы Вавилон, Да не исцелили его. Оставим же город сей, И пойдем каждый В свою сторону. Дернулся ли он Перед смертью, Или сжал кулаки, Или звал маму На грузинском наречии, Или взглянул Напоследок Размытыми Слабыми глазами На Иванова, Петрова, Сидорова, Рабиновича. И они Бросились На свою машину, Которая только Урчит да квохчет, Не в силах Продлить жизнь Ни на секунду, А прокинули И пинали, И топтали, Хрустя осколками Под ногами. Упокой, Господи, Душу раба твоего Вместе светло, Вместе покойно. Ну и помер И Осип, И Лиссарион, И какой-то Капитан из охраны Тут же, по слухам, Себя ухлопал От огорчения. Патрон дослал Куда надо И полголовы Нету. Хоть На него Машину переключай, Проводочки Перезатыкивай. Жизнь искусственную Под давлением Гони. Но никто больше Машиной Не пользовался. Иванову с Петровым, Сидорову с Рабиновичем Под расписку Её Не выдали. Исторический экспонат, Реликвия В музее будет стоять. Здесь, на даче. Уже экскурсоводов набрали. Вы, нам, товарищ Петров, Разъясните, Как Ваша машина Действует? А никак Не действует. Нету. Мы не. И В календарь заглянуть Глухо. Пятого марта Опубликовано обращение, Принят декрет. Всё, врут в календари, Как Грибоедов В комедии Записывают. Но вы теперь знаете, Что он хотел сказать. Расвети, Господи, Очи мои, Да никогда Усну Смерть. 10 марта 1940 года Не стало Михаила Афанасьевича Булгархова. Я узнал о нём Из большой советской энциклопедии. Синенькое издание. Том синего цвета. Подписан к печати Весной 51-го. Сталин Ещё в Кремле. Я Старшеклассник. Учусь В средней школе. Номер такой-то. Сталинского района Г. Москвы. Выкупил Очередной Драгоценный Фолиант 40 рублей Тогдашних Родительских денег И Штудирую. Булгаков Михаил Афанасьевич Русский драматург И Велитрист. Как? Позвольте. Постой, погоди. А где же Советский? Вот, например, Булгаков Сосед Сергей Николаевич Русский Философ Мистик С 1818 Священник Белый Эмигрант Ярый Враг Советской Власти Мистик Идейно- Идейно-Чуждые Владимир Владимир Наумович Биль Белоцерковский Спрашивает Товарища Сталина Почему Не запрещена Пьеса Булгакова Дни Турбиных И Вождь Разъясняет Сознанием Дело Не забудьте Что основное впечатление Остающиеся у зрителя Есть впечатление Благоприятное Для большевиков Дни Турбиных Есть Демонстрация Всесокрушающей Силы Большевизма Конечно Автор Ни в коей мере Не виноват В этой Демонстрации В 1962 Году Булгаков Попал в краткую Литературную Энциклопедию Ему Вставили Эпитет Советский Однако Портрета Не удостоил Фотографию Увидел я В сборнике Драмы и комедии Москва 1965 Затем Появилась она В третьем Издании Большой Красной Энциклопедии Рядом С точной Датой И местом Рождения Киев 1891 Год 3 мая По старому Стилю 15 По новому Ремарка Вот как Начинает Булгаков Пьесу Батум Большой Зал Тифлистской Духовной Семинарии Писанное Маслом Во весь Рост Изображение Николая Второго И Два Поясных Портрета Каких-то Духовных Лиц Громадный Стол Под Зеленым Сукном В зале Никого Нет За прикрытой Дверью Слышится Волк священника В семинарской Церкви Кончается Обедник Неясно Доносятся Слова Истинный Бог Наш Молитвами Пречистые Своей Матери Молитвами Отца Нашего И Анна Златоуста Помилует И спасет Нас Яко Благ И Человеку Любит В это Время Отворяется Дверь Противоположная Церковной И в зал Входит Сталин Вы поймете Куда я клоню Если прочитаете Снова В несколько сокращенной И, так сказать Оголенной Редакции Большой зал Тифлийской Духовной Семинарии За прикрытыми Дверями Слышится Голос Священника Истинный Бог Помилует И спасет Нас Яко благ И человека Любит Тут Распахивается Дверь И Входит Сталин Почему Булгаков Не терпел Ленина И поклонялся Сталину Потому что Ленин Развязал Стихи А Сталин Худо Бедно Скрутил Или Если угодно Заменил Народную Расправу Государевой Жертвы Московских Процессов Каменев Зиновьев Бухарин Рыков Пятаков Это все Приспешники Ленина Они Споспешествовали Народному Насилию И государство Их Покарало Октябрьскую Революцию Совершил Стомиллионный Местный Мужик Размечтавшийся Жить На воле При Натуральном Хозяйстве И Поплатившийся За Наивную Веру Держава Расквиталась Сполна Не Своим Обещанным Теоретическим Отмиранием А его Мужика Практическим Умертвлением Продолжение В тот же день 10 марта 1940 Михаил Афанасьевич Булгаков Был Пророк Хотя Некоторым Казалось Он Смотрит Назад Один Остроумный Сослуживец Заметил Что Вы Хотите От Миши Только Скрипя Сердце Признал Отмену Крепостного Права А вам Надобно Сделать Из него Строителя Нового Общества Представьте Это Сказал Ильф При всем Своем Уме Он Был Человеком Несколько Утопического Мышления Его Выручала Злость И Наверное Болезнь Была В нем Зажимаемая И Зажатая Южная Одесская Восторженность Безграничности Одинаково Подвержены Люди Разных Национальностей Но если Схематизировать И договориться Об условности Выводов То Местному Человеку Свойственно Скорее Необъятность Пространственная Это Видно По Маяковскому И Есенину У первого Явственней Благодаря Размерам И Росту А со вторым Сложнее Есенин Всегда Кричит Даже Шепотом Внутренне Когда Думает Кричит Плачет Смеется Бьет тебя В грудь Как по рельсу Во время пожара Поет Клянуется Проклинает Ругается И все Очень Громко В пространство Чтоб слышно было По всему Миру Никогда Голос Его Не обращен Вглубь В историю А только На ветер Вероятно Это идет От молодости Не Случились Замечательные Разведчики Орловские Орловские Ваупшасов Корж И другие Которые В далеком году Перешли Границу И Трудились Посменно То в органах То В сельском Хозяйстве И Дожидались Военного Года Чтобы Засесть По лесам И стать Героями Золотой Звездочкой Брестки Уроженец Однако Остался На родине Польское Правительство Объявило Амнистию По молодости Забрали Забрали Его Зависим И После Папахи С Орлом Он Везет Партизанского Молокая Влезла Ему На Маковку Жесткая И будто Накрахмаленная Конфедератка Отслужив Поступил В местный Охотничий Клуб В качестве Швейцара Омон Инструктор Не знаю А вот там Отстреливали Наверное Кабанов В Беловежской Пуще Но Человек У входа Подававший Пальто И Принимавший Чаевые Очень Чем бы им Пригодился Может По части Меткости Кое у кого Получалось Лучше А кто-то Другой Превосходил Его Терпеливостью В засаде Сомнительно Но Допустим А третий Разбирался В повадках Животных Более Так сказать Досконально Но Повстречавшийся Мне Человек Выучил бы Банковских Служащих И Зубных Врачей И Журналистов И даже Глядишь Их Спутницы Не дам Посылать Смерть Не В загривок Лохматого Зверя И не В расчерченный Кругами Картонный Лист Он Уделился бы Опытом Убиванию Человека Отсыпал бы Этого Опыта Как Махорку Отрезал Как Пайку В голодные Времена Вырвал бы Из себя Как Лучшую Страницу Немцы Заняли Врест Охотники Сдали Оружие И Каждое Утро Видел Бывший Швейцар Как Водят Их Мимо В сопровождении Единственного Конвойного За Полтора Года Никто Не Выбежал Из Рядов С Маленьким Сажатым Гревовертиком Или С Камнем За Пазухой Или С Нацелем Поперевшим Кулаком Ничего Ничего Мы Не Шли Без Среда И Будь Ничего Была Тысяча Причин Для Покорности И Любая По счету Шедшая Рядом Тоще И Долгоя С Черными Глазами На Вылет Наша Библейская Покриченность Не Буду Распространяться Но Это Ведь Не Вы Не Корж Паукшасов И Орловский Не Швейцар Есенин И Маяковской Не Вы Трались С Римлянами Черки Когда До Нашей Эры Не Ваш Город Распахали До Основания И Не Вас Распродали Врат По Всему Мир Сейчас И Хм Убьют Не Ночу Не Хочу Не Хочу Давайте Лететь В Далекие Сферы Романтики Бумажных Писаных На Бумаге Умных Противоречий И Встраивать Слова И Понятия Безотносительно В той Колонне Возорвлений Устая Презрительные Неркли И Возвращение Царя Я Скажу Вам И Погибли Потому Что Далек Далек Две Вещи До Для До 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 Рожде До 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 Б評ופ Жизж Правильный Всепдонир Миль А помогает у тебя и у тебя окружающие действительности его древние прошлое и здесь как у тебя и 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 у тебя над живой им было не больно под воздействием а промерзли до костей но не из бед раннего севера и фототан и под Даже вертуха на конкурсе не может быть. Вертик на пляж и перед почвами все быстро строят. Здесь, почему? Скажите, что? Как только построят ноль! Надувезли! Надували! Подземли! Весь въезде, везде передвиж. Ухотворяй! Здесь, 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 везде, здесь, здесь! Вдох! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 У гроба мать открывает Павлу, что жена путалась с Разумовским. Ребенок должно быть чужой. Павел плачет. Екатерина гладит его по головку, прижимает к груди, утешает. Майн-кинс, майн-либескин, дитя, любимое дитя. Из позапрошлого века переместимся опять в прошлом. Собственно, последний его год. Наши предвыборные куклы. Иван Андреевич Крылов по случаю 26 марта 2000 года. Только прошу вас, не пытайте меня, что приключилось в тот мартовский весенний день. Сообразите, прошу вас, самостоятельно. Волопная страна, трясинно государство. Участвует вся королевская рать. Лягушки, просящие царя. Басня. Ельцин. Дедушка Крылов. Лягушкам стало неугодно правление народно. Горбачев. И показалось им совсем неблагородно без службы и на воле жить. Путин. Чтоб горю пособить, то стали у богов царя они просить. Горбачев. Хоть слушать всякий вздор богам бы и не сродно. Горбачев. На сей, однако ж, раз послушал их. Зевес. Путин. Дал им царя. Положен. Заикаясь. Летит к ним с шумом царь с небес. Зюганов. И плотно так он тряснулся на царство. Селезнёк. Что ходенем пошло трясинно государство. Жириновский. Однозначно немцов. Совершенно понятно. На кулаков. Я моё. Леведь. Упал, отжался. Кириенко. Дефолт. Дефолт. Лившиц. Простите, как вы сказали? Гевалт. Якушкин. Даю справку. Гевалт. Квалт. От немецкого гевалт. Пришло к нам из Одессы. Через идиш. С украинского. Вестерджемский. На местном наречии. Крик. Караул. Помогите. Шумгам. Тревога. Насилие. Суматоха. Якушкин. Аус Айр. Гевалт. Изо всех сил кричать. Абрамович. Березовский. Волошин. Гайдар. Жириновский. Кириенко. Лившиц. Немцов. Примаков. Чубайс. Чубайс. Явлинский. Гевалт. Панфилова. Надо разбавить этот мальчишки. Лужков. Со всех лягушки ног в испуге заметались. Степаши. Кто как успел. Куда кто мог. Явлинский. И шепотом царю по кельям дивовались. Гайдар. И подлинно. Что царь на диво был и да. Примаков. Не суетлив. Не вертопрашен. Лужков. Степенен. Молчалив. И важен. Юганов. Дородством. Ростом великан. Герезовский. Ну, посмотрите, так это чудо. Чубайс. Одно в царе лишь было худо. Абрамович. Царь этот был. Осиновый чурбан. Явлинский. Сначала, чтя его особу превысоку, не смеет подступить из подданных никто. Степашин. Со страхом на него, глядя, они, коржаков, и то украдкой, черномыргин, издали скуратов сквозь Айр и Асоку. Ястержемский. Даю справку. Айр. Ударение на первом слоге. Травянистое болотное растение с длинными мечевидными листьями. Якушкин. Я срезал широкие, как сабля, листья Айра. Устовский. Волошин. Заикайтесь. Но так как в свете чудо нет, к которому не пригляделся свет скуратов, то и они сперва от страха отдохнули, черномыргин. Потом к царю подползть с преданностью дерзнули. Селезнёв. Сперва перед царём ничком. Юганов. А там, кто посмелей, дай сесть к нему бочком. Примаков. Дай попытаться сесть с ним рядом. Лужков. А те, которые ещё по удалей, Явлинский. Царю садятся уж и задам. Горбачёв. Царь терпит всё по милости своей. Черномыргин. Немного погодя, посмотришь, Ельцин. Кто хочет, тот на него и вскочит. Горбачёв. В три дня наскучила С таким царём житьём. Волоши. Заикайся. Лягушки новое пчелобитьё. Березовский. Чтобы им Юпитер В их болотную державу Абрамович Дал подлинно царя Черномырги На славу Горбачёв. Вельцин. Молитвам тёплых их внемля Горбачёв. Послал Юпитер К ним на царство Журавля Чубачёв. Царь этот не чурба Гайдар Совсем иного нраву Дюган Не любит баловать Народа своего Бужков Он виноватых Ест Примаков А на суде его Селезнёв Нет правых Никого Скуратов Зато уж у него Что завтрак Что обед Что уж Что расправа Жителей болот Приходит Чёрный год Чёрный год Ягушка Вал Берите Недрючок Устит Стра до вечера Вал Марс Плёв Плёв Слава Попал Слава 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 Нет А Нет Назнача Немцов Совершенно Понятно Кулак Учал Лебедь Упал Отжался Кирин Дефон Дефон Пишет Как вы сказали Деван Горухин Так жить Нельзя Молодцы Заедите Вот Куще Преще Ах Угни Истон Гризон Чтоб нам Супить Снова Абрамотец Пожалуйста Царя Снова Аккуратно Что Минич Небезаль Глотает Нас Как мух Что Каждый Нам Нельзя Небезаль Что Небезаль Завысл И Кладшу Безопасно Явлинский Что Наконец Царь Тошнее Всех Засух Горбачев А Что Ж Мы Прежде Жили С С И Они Вет Небезаль Уезжают с неба, так, и в небо ходят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok